Здравствуйте! В предыдущем видео было показано, как скачать операционную систему Windows 10 с официального сайта Microsoft. Теперь я этот образ буду дорабатывать до облегчённой версии. Прежде всего отключаем антивирус, если он у нас стоит. Теперь необходимо создать папку, с которой буду работать. Создаём её на том диске, где нет названия папок кириллицей. Я создал её на диске C. Название может быть любое, только подписываем английскими буквами. В эту папку будут загружаться остальные программы для работы с образом Windows. Ссылки на все программы, откуда их скачивать, будут даны внизу под описанием видео. Для скачивания программ использую браузер Яндекс. Чтобы скачать папку без лишних движений, необходимо настроить браузер. Открываю настройки и, изменяя место загрузки, прописываю путь к созданной папке. В эту папку будут скачиваться все необходимые программы для доработки облегчённой версии Windows. Закрываю вкладку настройки и переходим по ссылке 2, которая дана в описании под видео для скачивания бесплатной программы WinToolkit. Нажимаю скачать и выбираю первую позицию Великобритании. Пошло скачивание. Так, всё загрузилось. Теперь скачаем последнюю программу архиватор 7-zip. Если у вас уже установлен этот архиватор, то повторно его устанавливать не нужно. Нажимаем здесь скачать 64-ю разрядную. У кого в Windows стоит 32-разрядный, то нажимаем эту ссылку. А у меня 64-я, то я нажимаю нижнюю эту ссылку скачать. Всё, загрузка завершена. Переходим в свою папку. Запускаем архиватор 7-zip. Нажимаем Install. Архиватор установлен. И нажимаем Close. Теперь распакуем программу WinToolkit. Нажимаю правой клавишей на файле. И в появившемся окошке навожу на 7-zip. И в дополнительном контекстном меню нажимаю левой клавишей на Распаковать здесь. Программа распакована. Образ Windows в эту папку был загружен ранее. И теперь необходимо распаковать его. Правой клавишей нажимаю на этот ISO образ. И в появившемся окошке навожу стрелку на архиватор 7-zip. И в дополнительном контекстном меню выбираю вот этот пункт. Распаковать в Win10 2004 и так далее. Идёт распаковка образа Win10. Образ распакован и теперь ненужные программы можно переместить в корзину. Этот образ распакован в папку с таким названием как Original. И именно этот распакованный образ будем перерабатывать под себя. Удалять ненужные приложения Windows. И делать всё это будем с помощью программы WinToolkit и запускаем её. Появилось вот такое окошко. Здесь нажимаем на кресень и закрываем это окошко. У кого ещё появилось окошко с третьим названием, где данная программа предлагает отключить антивирус, то отключаем его. Там будет изображён знак блокиратора. В данном случае я закрываю её на кресень. Здесь нет. Нажимаем на верхнее окошко. Интегратор всё в одном. Здесь наводим курсирное слово Browse. И в выпадающем списке выбираем Browse for Win. Здесь указываем путь к данной папке, которую мы создали ранее. И наводим на это Win10. Здесь нам нужна папка Source. Ниже опускаемся и нажимаем на файл Install.Wim. Здесь раскрылись все версии образа Windows. Нажимаю на тот образ, с которым мне необходимо будет работать. Нажимаю его, выделяю. Нажимаем вот где звёздочка здесь, все программы. Опускаемся ниже, компонент Removial. Открылось ещё раз окошко с набором всех версий Windows. Выделяю опять ту версию, с которой мне необходимо работать. Опускаемся ниже, нажимаем Select Windows 10 Pro. Сейчас программа выдаст все компоненты, или так сказать, приложения данного образа. Это займёт определённое время. Здесь мы будем удалять приложения, которые нам не нужны. Вот эти приложения Windows, их тут 40. Это приложение бывшего названия Metro. Нажимаем на название Windows App. Получилось вот такое всё выделение. Ставим галочку в любом месте. Каждый просматр по своему усмотрению, что ему необходимо удалить. А что осталось? Я почти всё удалю, только оставлю три компонента. Магазин, калькулятор и Pen. Снимаю галочку с Microsoft Pen. Нажимаем не на галочке, а именно на этой полосочке. Вот так выделяется теперь всё. И теперь можно снимать галочку. Снимаем галочку. Опускаемся ниже и снимаем галочку Microsoft Store Purchase App. И ещё опускаемся ниже и Microsoft Калькулятор. Тоже снимаем галочку. И опускаемся ниже. Тоже ставлю галочку. И всё это удаляем. Раскрыты здесь не все приложения. Их всех приложений где-то около 600. Я просто убираю те приложения с магазина, которые мне не нужны. Эти программы из Microsoft будут заменены теми программами, с которыми мне удобнее работать. Здесь нажимаем ремок компонент. Предупреждаю, что все компоненты будут удалены. Да. Идёт удаление этих всех компонентов, которые я выделил. Было удалено 38 компонентов Windows. И чтобы сохранить результат этой работы, просто закрываем это окно. Появляется вот такая вкладка. И нажимаем на эту кнопку Save and Rebuild. Идёт сохранение оставшихся компонентов. Это тоже занимает определённое время. На этом этап удаления ненужного компонента и приложений Windows App завершён. И теперь необходимо сохранить этот облегчённый ISO образ файл. Для этого нажимаем на кнопку ISO Maker. И в появившемся окне нам необходимо указать папку с файлами, которую мы будем сохранить ISO файл. Нажимаю кнопку Browse. И открываем диск C. И папку под названием, которую мы создали. Вот эта папка, над которой мы работали всё это время. Она имеет такое же название, как скаженный ISO образ с Microsoft. Все изменения, которые мы проделали, сохранены внутри этой папки. И всё содержимое этой папки мы сохраняем в ISO образ. Выделяем эту папку и нажимаем выбор папки. Теперь необходимо назначить путь и изменить название ISO образа, чтобы смогли отличить, где вновь создан образ. Сохранять его можно в любом месте, но только не во внутрь папки с образом, над которой мы работали. Нажимаю кнопку Browse, диск C, и моя создана папка. И прописываю новое название для создаваемого образа. 64. Прописали. И нажимаю сохранить. Здесь тоже изменяю название метки на аналогичные прописанные при указании пути сохранения её. Изменение названия метки не обязательно. Нажимаем на кнопку Create ISO и ждём создания ISO файла. В процессе создания ISO файла открывается вот такое окно, где отражается процент сохранения ISO файла. Всё, готово. И по завершению создания ISO файла программа написала такое сообщение. Ваш ISO был создан. Нажимаем ОК. Закрываем на крестик. И давайте перейдём в папку и сравним по объёму два файла образа диска. Вот этот вновь созданный файл образа диска. И как видим, что он по размеру отличается от файла образа, скачанного с Microsoft. Где-то на 1 МБ. Теперь его можно записать на флешку и устанавливать на компьютер. Но это будет другое видео. С вами был канал «Всё своими руками 36». До свидания.